Трон главного российского вора В законе может достаться наиболее договороспособному участнику криминальной иерархии. Ранее стало известно, что кресло лидера воровского мира в стране пока остается вакантным. Однако борьба за него разворачивается между представителями старого и нового воровских поколений. В частности, к числу наиболее влиятельных фигур криминального мира относят Надира Салифова, Лоту Гуля, Захария Калашова, Шакра Молодой, Василия Христофорова, Вася Воскрес, Эдуарда Сатрина, Эдик Тбилисский и Илья Ситрина-старший, Иториэл Аняния, Таро. Как пояснил Ура. Автор книги «Замурованные» адвокат Иван Миронов. Криминальная иерархия на самом деле достаточно условна. Нет младшего и старшего вора. Все это домыслы. Есть только одно понятие – вор в законе. И они, воры в законе, друг с другом разговаривают на равных. Все, кто ниже их в этой иерархии, этого позволить, естественно, не могут. В то же время он признал, что противостояние в воровском мире было всегда, что объясняется перманентной борьбой за ресурсы. Вы же понимаете, что в стране есть генералы, но один генерал почему-то влиятельнее другого. Это связано в первую очередь с доступом к экономическим и административным ресурсам. У кого их больше, тот сильнее. По мнению Миронова, положение криминального авторитета во многом зависит от того, какие отношения с властью он сумел выстроить. Миронов пояснил, что разговоры об ожесточенной борьбе за пресловутый трон во многом преувеличены. Так это представляется обычному человеку. На самом же деле многие воры в законе вполне нормально общаются между собой и проводят цивилизованные переговоры. С ним соглашается главный редактор медиазоны Сергей Смирнов, утверждающий, что на сегодняшний день позиции криминалитета заметно ослабли. Прежнего влияния на жизнь общества представители криминального мира уже не имеют. Дело в том, что они попали под жесткий прессинг и контроль со стороны силовиков, пояснил Ура Смирнов, отметив, что по часть криминал вынужден играть по установленным правилам игры. Полностью независимых от государства и правоохранителей авторитетов нет. Думаю, что быть независимым и оставаться при этом на свободе невозможно, отметил собеседник агентства. Ослабление позиций представителей криминального мира связано во многом с тем, что государство пошло в наступление на чиновников, крышующих криминал. Понятно, что криминал был всегда, но он почувствовал себя разнузданно, когда власть предоставила ему свою крышу. Сейчас ситуация начала меняться. Посмотрите хотя бы на аресты и дальнейшие посадки сразу нескольких российских губернаторов. Другие начнут думать, стоит ли им иметь дело с бандитами или нет, невелики ли риски, заявил урополковник госбезопасности в отставке, военный историк, писатель Аркадий Яровой. Выборы главного вора в законе, коронация главных мафиазий, это условные понятия, ярлыки, если хотите. Точно такие же, как сам термин вора в законе. Сейчас криминальный мир, безусловно, претерпевает изменения. Влияние силовиков на них, по сравнению с 90-ми годами, значительно выше, рассказал ура.ру бывший старший следователь по особо важным делам Павел Зайцев. По его словам, воры в законе находятся в постоянном взаимодействии со спецслужбами. Бывает такое, что вербуются отдельные люди, а порой, целые криминальные группы. Иногда ОПК участвует в операциях, спланированных спецслужбами. Опрошенные ура-эксперты сходятся во мнении, что масштабной войны между ворами не случится. Никому хаос и шум не нужны, потому что в итоге громкой разборки проигравшими окажутся все. Начнется новый передел, многих начнут закрывать, рассказал ура на условиях анонимности представитель одной из государственных силовых структур. По его словам, криминал сильно сдал свои позиции, но дорожит пусть и хрупкой, но стабильностью. Те времена, когда воры ногой открывали дверь к следователю, прошли. Они учатся жить в новой для них реальности. Денег стало меньше, а контроля – гораздо больше. Фильм «Бандитский Петербург» становится все менее актуальным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...